Так, я сейчас тогда Игнатия Тихону чуть-чуть добавлю, потому что он-то с ним больше всего знаком, лучше всего, вот он узвонил. Продолжение следует... Так, сейчас я еще не знаю, Света видать меня, нет? Видать, видать, Игнатик. Тогда все, раз видать, я пришел. Ну, добрый день, Наталья. Добрый день. Ну, давайте, рассказывайте, что у вас там. Я про Авраама хотела сказать. Я вчера вам писала, что хотела вернуть семью, потому что, ну, выгнала его в ссоре. У нас сильный конфликт получился. Я его выгнала. Ну, я его выгоняла с тем, что хотела проучить, чтобы он так больше не делал. А он, получается, через два дня уже нашел другую. И я ему сейчас пишу. Ну, мы вчера с ним разговаривали, получается, у нас был разговор. И он сказал, что больше не любит, ну, и то, что не хочет быть вместе. И то есть, когда я вот вам писала, получается, Вячеслав, я хотела попросить молитву, чтобы возобновить семью. Ну, и сейчас уже нет смысла. И я хочу попросить какую-нибудь молитву, чтобы хотя бы не забыть его. Потому что я каждый день плачу. У меня уже созданы проблемы на чьи. На фоне стресса. И я хочу спросить, как... Вы не знаете, как забыть человека? То есть, как отпустить? Потому что в нелюбви я уже не вижу смысла жить. Так вы с ним связывались, что ли, недавно? Вчера мы с ним разговаривали. Вчера. Ну, он ушел-то от вас давно? 9 октября. И, получается, 11 октября он уже другую нашел. И он уже с ней встречается, они в отношениях. То есть, он ее не будет бросать. И он ее уже, так сказать, любит. Так, а вы с ним-то не... Вы с ним женаты были? Да, мы с ним были женаты. Потом, получается, он не изменил. И я развелась с ним из-за этого. Ну, я узнала об измене, он сам признался. Потом, через два месяца, я все равно с ним помирилась. Ну, хотела простить ему все это. Мы помирились, и вот дальше начали жить. То есть, в общем, мы 7 лет. Два года в браке, и остальные 5 лет, ну, вне брака жили уже. Я просто не знаю, что вы мне подскажете, потому что само никак не получается не успокоиться, ничего. Мы сказали начать читать, то есть, ну, Евангелие. У нас книжка лежит, у него осталась, он не оставил. То есть, я вчера начала читать с первых страниц. То есть, потихоньку буду читать. Ну, я не знаю, мне нужна либо какая-то молитва, либо что, чтобы, ну, вот это все забыть. Я завтра хочу в церковь сходить, свечки поставить. Ну, я просто, если честно, никогда с этим не связывалась. Я даже не знаю, куда эти свечки ставить, к какой иконе. То есть, ну, я не разбираюсь. То есть, мне надо, чтобы хоть кто-то подсказал, как и что. Куда, то есть, к кому обратиться. Ну, с Анаром я точно мерить-то уже не буду, потому что он мне вчера написал, что любви нет. Ну, что он не любит меня, а смысл, как говорится, возвращать его, чтобы, то есть, продолжалось все то же самое. То есть, нет. Я просто думала, что он до этого мне писал, что разлюбил, ну, со злости. Но он сказал, нет, что он уже другую девушку полюбил, с которой сейчас встречается. Ну, а вы до этого, вы вместе не читали Библию, не молились никогда? Когда он приехал с Потеряевки, когда, то есть, ну, принял вот это полное погружение, крещение. Он, то есть, приехал, я его в первые дни поддерживала. Он вставал в 4.40, как говорил, получается, что Игнатий Тихонович говорил, что, ну, нужно вставать в 4.40, то есть, начинать утро молиться. Он, получается, вставал, зажигал свечку, он, ну, молитвы читал вслух. Я тоже первоначальное время его поддерживала, то есть, ну, вставала с ним. Ну, а потом, я не знаю, как-то вот это вот все мне поднадоело, получается, я перестала его поддерживать. Ну, и он, то есть, не увидел во мне поддержки, тоже как бы перестал, ну, вставать по утрам, вот это все забросил. Ну, и все, и, то есть, получается, что, ну, вот с ним только молилась, когда он с Потеряевки приехал. Так нет вообще. А вы в Бога-то верите вообще, что есть Господь? Конечно. Что есть Господь, что есть, что он нас всех создал, и что будет страшный суд после смерти. После, будет всеобщий страшный суд, после смерти будет над человеком суд, где он даст ответ перед Богом за все свои дела, за все, что сделал, сказал. И потом будет вечная жизнь, то есть, если либо с Богом в царстве его, либо в гению огненной, то есть, в вечное мучение. В это вы верите? Да, я даже, когда беременная ходила, получается, у меня сестра старшая, инвалид, то есть, я, ну, переживала за свою беременность, думала, что как бы по женской линии это может передаться. И, то есть, когда я ходила беременная, я беременная посещала церковь, я просила, ну, своими словами, молитв я не знаю, то есть, своими словами я просила, чтобы Бог мне дал здорового ребенка. Понятно, понятно. То есть, закрой дверь, чтобы котик не кричал. У вас общий ребенок, да? Да, четыре с половиной года уже. Угу. И вам доподлинно известно, что он уже с кем-то там что-то ходит, с кем-то? Да, я даже эту девочку знаю. Это наша знакомая, и да, он уже с ней встречается, он говорил, что уже все, они в отношениях. То есть, я не знаю, живут они вместе, нет, но они видятся каждый день. Они как бы все, что идут. Ну вот, от того, что зависит, ну, сейчас у вас вернется он или не вернется, у вас отношения на отношения с Богом, это как-то повлияет на ваши или нет? В смысле, в дальнейшем планирую ли я? Нет, не планируйте, ну вот вы как думаете? Ну вот он вернется, он сейчас все бросит и скажет, все поймешь, скажет, нет, все, я возвращаюсь, я буду с вами. Или он так и останется там сейчас с кем-то. Вы как-то, у вас отношения с Богом-то, они поменяются или нет? Они сейчас зависят от этого или уже не зависят от этих отношений? Нет, я сама к этому уже пришла. То есть, я, конечно, знаю, что я не смогу постоянно ходить на, ну, вот эти занятия, слушать молитвы. Я, как говорится, лукавить не буду, то есть, я не смогу постоянно вот это вот все, как говорится, прослушивать, потому что у меня просто работа, не позволяет время. Но в церковь я решила ходить и я решила прочитать Библию, потому что мне само это нужно, мне само это интересно, потому что вот многие говорят, то есть, ну, что Библия открывает глаза и, как говорится, делает из себя другого человека. То есть, Библию прочитать, молитвы заучить, то есть, живые помощи и Отче Наши я сама хочу, то есть, это даже Анар здесь ни при чем. То есть, это мое желание, я хочу этого. Ну, чтоб Авраам вернулся, я уже тоже не хочу, потому что, говорю, он сказал уже, что не любит. И если даже он вернется, он вернется, потому что я лично считаю, что просто, как говорится, ну, что первая жена от Бога же считается, как он мне говорил, вторая там от дьявола или как это считается, не знаю. То есть, ну, я не хочу, чтоб он возвращался уже, потому что он меня не любит, а чтобы просто жить по законам Божьим, что вот так положено одну жену иметь, я тоже так не хочу. Но в Бога я буду верить, и я буду молиться, и я поэтому и прошу вас какую-нибудь молитву, чтоб мне полегче стало, потому что я не могу справиться сама. Мне не на что отвлечься, мне вот только вот, наверное, вот этим. И все. Ну, Гнат Тихонович, я, в принципе, все сказал. Если у вас есть что-то подсказать? Ну, он возвращался после крещения еще к нам. И он говорил о ненормальной обстановке. И хотел к нам переехать сюда. Вот мы живем двое с Володей. У меня место есть. Но когда он рассказал, какие ваши отношения, и что вы его не приняли, а прогнали, я сказал, не езди к нам. Ты должен установить там отношения добрые. Потерять жену ты потеряешь, а один ты не будешь. И ты превратишься в блудника, распутника. Но он послушался, вернулся. Он хотел у нас быть здесь. Если бы я одобрил, значит, мы сейчас бы сидели здесь вместе, разговаривали на расстоянии. Но я сразу ради семьи сказал никак. Наши отношения хорошие были. Он нам понравился. Такой работящий. Все, что где мы делали, там, заготавливали, в лесу были. Ну, везде все он помогал. Ну, я не... После этого я с ним связи не имею никакой. Он не пишет, а я как его найду? Ну, что я знаю только одно. Когда он сейчас женится, то в первые четыре года разводов в Российской Федерации 84,6%. Вот, тысячу бракосочетаний, свадеб, и 846 разводов. Но я введен, что дети сироты, без родителей, которые другой женятся, она не одна. Ну, когда за время перестройки только 120 миллионов абортов. Огромные государства, говорят, а рожать некому. Вот это что я мог сказать ему? Пытался каким-то образом подсказать. Ну, вернись, ты узнай там. Ну, самое правильное было бы, если бы вместе позвонили. Вот сейчас он бы был рядом, тут можно было бы поговорить. А если вы сразу говорите, он вам и не нужен сейчас, то нам и разговаривать больше не о чем. Считайте, присоединяйтесь к нашему обществу, молитесь и воспитывайте одни ребенка. Зачем он вам нужен? Насильно, говорит, мил не будешь. А он так и будет за это теперь. А вот нас там свели. Ну, что, как обычно люди делают. Он пойдет, мне кажется, он послушный. Даже мог бы ее оставить ту. Но и вам он не нужен такой. Вы уже сказали. Надо настроиться на то, что вы будете одни. Зачем вы так шиковали-то? Вы понимаете, вот военная операция. Сколько тысяч погибло уже? Сколько тысяч? А женщины-то дома? У нас до 9 миллионов насчитывается, которые никогда замуж не выйдут. Почему? А ни за кого? Нету. Если мусульманская была бы, у него 4 жены, они бы разобрали вас. А тут никак, она одна и одна привыкает. Жена ненавистная, мужа ненавистная делается. Я встречался с ними. Они как пантеры, которые замуж не вышли. Они злобные такие. Смирения нету. Не знаете. Почему вам родители или кто у вас есть не подсказали, что с мужем так не обращаются? Это не кот из соседнего дома. Я его прогнала. Как это прогнала? Он просто руку на меня поднял. Он здесь за нож хватался. Мне стало страшно. Он на пейте ходался за нож. Услышен такой мой отец. Я бы за мать даже не знаю бы, была жена у вас или нет. И мусульманка бы сказала, я тебя прогоняю. Он бы, наверное, что-то сказал. А тут, видишь, как приучили. Муж как будто никто. Муж глава. Его слово закон. А вы замуж выходите, а понятия никакого нет о семейной жизни. Златоуз говорит, вышла замуж, превратись в камень. Чтобы ни одного лишнего слова не было. Он приходит с работы, ты радостно и встречаешь его. Вот вы возьмите платочек и на руку больше не машьте сопли. У вас даже платочка нет. Вот я говорю, уже неприятно будет. У меня детский лагерь. Я начальник детского лагеря. Директор был детского лагеря. 45 лет. За стол садимся. Дети, покажите платочек. Каждый показывает платочек. Без платочка за стол не сядет. Нос не касается рукой голой. Это же простые вещи. Это же надо работать. А он над вами нисколько не работал. Плотское вожделение. Увидел молоденькое, хорошее. Ну и все. А меня прогнала. Он это говорил. Его слова. Я такого даже не слышал. Меня она прогнала. Да кто она? Богатырь или... Ну ясное дело. Закон на вашей стороне будет. Мирской. Ребенка судите будете. Ему не отдадут. Если вы на него... Он на вас руку поднимет. Вы его посадите. Понимаете? У него выхода никакого нет. Вы фактически его в клеще зажали. И он начал первое время молиться. Вы упустили главный момент. Такого мужа вам больше никогда не найти. Он все принимал. Работал. Слушал. Он ни разу меня не огорчил. Хотя у нас строгая дисциплина. Что я буду сказать? Я выслушал. Меня попросили. Я говорю. Он вам сейчас не нужен. Даже рядом он сидел. Это никакой роли не играет. Теперь только о вас. К нашему сотрудничеству прислоняйтесь. Молитесь. Господь как-то что-то усмотрит. Если бы вы так вот держались. Теперь день и ночь молились. Чтобы он вернулся. Какой бы он ни был. Ни одного слова упрека не будет. Можно было бы подумать о объединении. Ну а в такое ваше отношение я его не ищу. Тогда он и не нужен. Вопрос просто снять надо. Речь идет о вас. Вот теперь если там с ней. Брака никакого не было. Просто говорится как кобель безхвостый. Пошел по помойкам. Такого спасения нет. А он если его законит. Вы венчаны были, нет? Нет. Мы хотели. Мы хотели. Но хотели это не считается. А раз не венчаны вы никто ему. Одна из проходящих. А это сегодня. Мне вот только на днях одна написала. Я знала мужа, мужика или кого она сказала до свадьбы. А когда поженились там, дети пошли. Он давай ее обзывать. Шлюха, проститутка. Ты до меня мужика имела. Я же тебе сказала какая я уже порченная. Ну он ушел другой. И она, ну видно, что проиграла все. Я ей говорю, там ее звать кажется Наталья тоже. Я говорю, вы хотите, чтобы помолиться? Я Бога знаю. Молюсь и Бог отвечает. Он вернется. Вы не будете теперь вести себя? Да нет, я так теперь поняла вам это все. Ну я говорю, помолиться. Помолились. Я не знаю. Два дня не пришло. Она говорит, пишет мне опять. Он вернулся домой-то? Андрей или кто? Лег на кровать и говорит, никуда не уйду. Мне до того интересно. И как бросил, тут бросил. Я говорю, так ты теперь-то уже не веди себя так-то, чтобы он тебя лишнего слова не слышал. Чего же вы такие, как Мегеры? В аду такие там, в мифологии греческой. Нельзя так жить. Я не знаю, как это. Вот сейчас только речь идет пока о вас. Вы еще будете возвращаться не раз к этому разговору, и чтобы он вернулся, и все. А вы другой будете? Не будете. Только Христос меняет. Вы постоянно будете давить его, колоть. Непрестанно. И вы уже и там разрушите, и здесь ничего не будет. Я имею очень большой опыт. Мне 83 года. Я все время со студентами. Годами, десятилетиями. 45 лет начале детского лагеря. Я знаю милицию, эту полицию. С ними работаю, с военными. Сам сколько прошел. И знаю, выход один. Полное, абсолютное подчинение мужу. Ни звука. Вот мы молимся, Господи, дай женам что? Послушание. Второе. Молчание. Смиренно мудрее. Вот мы просим об этом. И стыдливости. Чтобы он тебя другой не видел. А сегодня она встречает его полуголая. Мало того, что там товарищи когда приходят. Ну, всякая мерзость. У нас этого не было. Никак. Это немыслимо. Поэтому совета давать я не могу никакой. Вы не член церкви. Совет могу дать такой. Будьте ближе к нашему сообществу. Считайте, молитесь. И доверьтесь Богу. Вот я вам рассказываю. Мы два дня, кажется, или три дня прошло, он вернулся, мужик. Я слышу молитву. Тут одна подошла. Я уже рассказываю так. Это неудобно даже. Ну, вот, говорит, такой хитрый мужик оказался. Начал через мать. А мать мне и говорит. Ну, ты, Полина, пойди за него замуж. Хороший мужик-то. Ясно уже в годах. Я дура пошла за него. Ну, а он-то не такой. И теперь руку развязал. А она коммунистка была. Гордая. Она подошла ко мне в общине. Помолитесь. Вот там Леонтий, кажется, звать. Вот он такой-то и... Я говорю, а о чем молиться-то? Что тебе надо? Ну, чтобы какая-то тихая была жизнь-то. Ну, нельзя же так кричить-то, материться. Ну, я говорю, ладно, давай помолимся. Вы в конце скажите аминь. Она встала. Я у ней на дому был. И мы помолились. Два дня прошло, он умер. Не болел ничего, сразу умер. Ее подруга узнала, она с ряки подошла. У меня тоже мужик. Я говорю, что вам киллер какой-то? Каждый день буду молиться, все трупы выносить будете. Я сразу отступился, понял, нельзя так. Я прошу, и она тихо. Тишина наступила, ничего нет. Я просил тишины. Господи, я не знал, что самая лучшая тишина, когда нет человека. Вот и все. Абрама я знаю. Знаю немножко. Какой у нас был. Он ни разу, нигде не огорчил. Но бывает такой как-то неактивный. Ну, это не пахмутов. Или вот Веществлав сидит, он бегом все сделает. А этот еще посмотрит, бежать или не бежать. А я люблю, чтобы делали все на скоростях. Я прораб. Я работал со многими людьми в разных местах. Нахожу о том, что с ним надо было работать. Вот если бы вы его поддержали, вопрос этот даже не возник бы. И считали вместе Писание, ходили в Храм Божий. Может быть, вам бы Господь и открылся. У нас вот Дыбанов Игорь, вот он знает, Вячеслав. Какой он? Там гром. Больше цените ревесту, наверное. Ну, да. Ну, он когда здесь приехал, а работал на золотых приисках, он геолог. А жена-то, когда приехала оттуда с севера, на Рым, там что есть-то. А у ней-то ни веры, ничего нет. Она слезла, когда в аэродроме, она его не узнала. С бородой такой стоит. Он сразу сказал, или ты со мной, или билет обратный, до свидания, и на этом кончилось все. Я поняла, говорит, выбора не будет, думать некогда. Я сразу сказал, Игорь, я с тобой. И вот она у нас секретарь, Марина Геннадьевна. Ну, и такая она человек, друг, она заболела смертельно. И вот когда мы ходили к ней в больницу, там все было, беседы, подарки, молились. И она выздоровела, и ей Бог дал разумение. И она все вспоминает. Это был поворотный пункт. Болезнь. Вот так. Так что, я не знаю, я могу только молиться о том, чтобы его Господь вразумил, а вас, чтобы утишил. Вы перестаньте плакать. Слезы еще потребуются вам, когда будете плакать о грехах своих. А это-то что? Ему-то легче найти. Таняк, маняк этих, пруд-пруди везде хватает. У них нет никого. А и мужика надо. Вот у нас в Барнауле двое поехали в Таиланд. И они решили вечером подзаработать своими телами. На пляже взяли жезлонги эти, кащаются сидеть. А к ним на мотоцикле подъехал, говорит. Это место застолблено. У нас тут свои проститутки. Вам не надо. Ты нам не указывай. Он не стал говорить. А выхватил пистолет и обоих сразу застрелил. Обоих сразу. Ну и трупы привезли. Они никого не слушаются. Женщины одинокие. Они очень нехорошо себя ведут. Мне он знакомый, близко знакомый такой мужик. Там чемпион по поднятию тяжести. И Гордеев. Вы знали, Вячеслав. Ну и развелась. Еврита, кажется, звать. И она говорит. Да я со своим этим развелась. Ну что? Не мужчина? Да нет. Активный такой. Ну что? Деньги приносит? Запился, наверное? Да нет. Да как же ты развести могла? Она сказала. Какой он из себя? Он богатырь такой. Да он к баптистам пошел. Вот это неверующий. Тебе какая разница к баптистам или к кому? Ну и теперь назад, а назад уже он не возвращается. Все. И там пошла другая забота, другая работа. Вячеслав, ваш образ как-то надвое раздвоился. Интересно так. Как будто двое сидите. Я такого не видал никогда. Володя, подойди, посмотри. Во. Вот, значит, один остался. А то как будто двойник твой. Так, прямо более светлый такой, как ангел. Ну что, Наталья? Наталья переводится рожденная. Переводится на русский язык. Родить заново. Духовно воспитывать дитя. В войну сколько осталось? По большей полстраны, без мужиков. А оставались там ребятишек пять. Ей надо было одной выходить. У нас в деревне сколько было таких. Успокойся. Раз такой он, да тебе зачем он такой, который с такой скоростью ищет другую? Значит, действительно, сказал, я не люблю. А любит, что он любит? А огорченая? Тут тоже что-то содействовало. Я видел, одна в коляске сидит. Ну, инвалид. Ее, который катал и посватался за ней. Друг в друге души лещают. Она, у ней авария была где-то. У нас в Барнауле сейчас две катастрофы были страшные. В лепешку там раздавил один КамАЗом. Кто там был, всех задавил. Потому жизнь такая короткая. Надо настроиться на это. Сейчас пока на то настройся, что вы сегодня живы, а завтра к утру вас не будет. И вы, если не уверуете во Христа, что он умер за вас, Господь, вы пойдете в ад, гореть с сатаной в огне. Это Библия говорит. Евангелие Тенна 3.36. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий пребывает на нем. Спасай себя. Время коротко. Блаженность чрева, не носившая и сосы не питавшая. Блаженность. А плащи горе вам плащащим будет. А сегодня горе смеющимся ныне. И вы оба отцащите, возрыдаете. Каждый ребенок будет в такую тягость и бежать некуда. Вы живете-то где? В каком городе? Кемерово. Кемерово. Это соседи наши. Прям совсем рядом. Ну вот я что могу сказать. Его вызвать они невозможно сейчас как. Если бы ну как-то по-другому было, и он бы там сожалевал, плакал, и вы полюбили его, то на лето могли бы приехать с семьей к нам по Теряевку, я бы вам отдельный домик дал. Было бы по-другому. Ну это так, в тумане. То есть вот такой вариант тоже можно избрать. Я 10 июня еду по Теряевку, день рождения моего, и до 10 октября в деревню. А так я в городе Барнауле нахожусь. Вот это вот для себя имейте в виду. Богу, если это угодно, наш разговор, Господь может что-то сделать. Вы наденьте платок, вы замужние, без платка нигде не ходите. Вот на вас платок надеть очень трудно будет. Вы даже себя проверьте в этом. Мужчине это борода. Его с работы выгоняли вот сидит. А женщина где ни посмудру, уже холодно. И все еще без платков ходят. Почему? Рабыни. А это знак власти на тобой, что у тебя муж есть. Вы делом покажите, что вам муж нужен, а не, значит, раскосмачено и будешь жить. Я свою мать ни разу не видел без платка. Ни разу. А у нас было в семье 10 детей. У верующих не делаются абортов. Вот у нас 5 братьев и 5 сестер. У отца с матерью. Вот, Вячеслав, я что могу сказать? Вот сказал, выходить, находить надо, где Илья. Илья переводится, Бог моя крепость. Если имя его будет оправдано, что Бог его крепость, а не чужая юбка, то мы можем говорить. Я его прямо толкал к вам в семью. Но вы победили меня. Конечно, он меня сильно огорчил. Жена прогнала. Как это прогнала? Мужик бабу прогонять может. Но как баба мужика прогоняет? Это он. Я даже не знаю такого. Пьяница. Вот показывает 12 фильм. Михалкова 12. И он встал, мужик, там и говорит. Пьяница я, директор был там. Под окном. И баба меня в окно увидала. Обмыла, одела. Теперь я вернулся к прежней жизни. Директоры, жены. Ее цены не знаю, какая. Какая она. Меня сделала кем. А здесь готового мужика. Как в Библии написано. Семеру хватится за одного. За одни штаны. Чтоб только его фамилию носить. Потому что позор. Замуж никто не взял. Это у ювереев так было. Ну а сегодня у нас и в России такой. Сейчас еще сколько их переколотят. Это все будут вдовы. Вы маленько-то приглядывайтесь. У человека рубля нету. А давали миллионы. Он взял. А мне не надо. Не надо, значит, по помойкам будешь ходить. То есть чужих мужиков принимать. Это я просто не о вас говорю. Так. Как бы аналогия этого. Нельзя этого делать. Никак. Ну он у нас-то посмотрел. Наши жены здесь были. У Вячеслава с ним жена была. И он это, конечно, он даже на подсознательном уровне он сравнивает. А моя как рассуждает. И как я с ней буду жить, когда они не молятся. Неверующие. А то надо маленько перебрать впереди, как у вас было. Что сегодня вы вышли, это положительный момент. Я вам сказал, программа ваша такая. Спасайте ваши души. На английском языке это save our souls. Спасите сос. Спасите ваши души. Спасай свою душу. Умрешь на том свете не будет ни мужа, ни жены. Не женятся, а не выходят замуж. Если вы не покаетесь и виновны будете в гибели мужа, а вы будете повинны в этом, потому что он бы никуда не ушел и не стал бы блудником. А он даже не блудник, а прелюбодей теперь, хотя вы не венчаные. Тут все намного серьезнее. Сейчас прямо все силы, все бросьте на то, что Бог дал вам веру. Молите Господи, дай мне веру огненную. Чтобы все вокруг погорело, никого кроме Христа не осталось. Он умер за нас и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. И вы среди верующих увидите вот, столько вы увидите всего хорошего, песнопения. Вячеслав кинет вот далеко, когда поет этот, Калининников-то. Вот, скинь туда. Как у нас там, когда бывает, вот у нас когда богослужение, на костре. Вот этих роликов набери, смотри, и вы утишитесь. Ну а как, я хоть что буду говорить, он не вернется. Тем более, ваше отношение к нему, ну если, я не знаю как. Если бы он сам приехал и сказал, ты не верующий, я ухожу. Тут бы я все силы бросил, а тут меня прогнали. Да и вы это не отрицаете. Так что надо успокоиться, Богу доверить. Может быть, это и к лучшему. Переборешься, а он в армии служил или нет, я даже не знаю. Служил. Служил, значит его загребут. И все кончилось. А так у вас будет еще ребенок на руках. У Бога все вымерено. С одним походу. Подожди. Я даже не слышусь, я плохо слышу. Еще там последние дни я на левое ухо слышал и тоже заложила. У меня документ есть. Обе перепонки с двух сторон. Физические какие-то там повреждения. Ну вот что, Наташа, я тебе сказал. Первое, что. Надень платок, без платка не молись. Без платка в храм не заходи. Вставай ночью, молись. Он говорил 4.40. Ваше время, на сколько от Москвы разница? Три часа же вроде. Три часа. Ну, у нас четыре часа. Мы начинаем молиться, так вот, по-нашему, в пять. А Вячеслав, по-нашему, в девять. Но у вас сколько будет? Там, наверное, семь уже утра. Или шесть. Нет. Ну да. У них будет восемь. Восемь, вон как. Ну вот. И так вот прислоняйся к этому. Расскажите ей, как войти в это общество. А нет, значит, нет. Как поговорка говорит. Баба с воздуха, аню легче. Ну, мы так сказать не можем. У нас лишней не бывают люди. Бывает совсем никакой. С ним беседуешь, а он, ну, видно, что он не расположен. Исчезает. Начинает разные претензии иметь. Придирается. И сгинул, как будто никогда не было. Ну вот, все. Хорошо. Спасибо большое вам. Да, мы говорим, спаси Христос. Спаси Христос. Да. Наденьте платок. Посмотрите, как у нас одевается. Вячеслав, скиньте. Когда в храм пойдете. Постояли, помолились. Свечки не покупайте. Не покупайте. Потому что они нечистые. И в церкви нельзя торговать. У меня ваши свечки есть. Наши свечки? Потеряй. Фианар мне оставил. Откуда бы он взял? У нас не продаются. Он привез свечи. Ну, я не знаю. Не знаю. Может быть, он патюшка дал. Патюшка дал, может быть. У нас не торгуют в храме. Вот целая пачка. Вот пачка. Это где-то он купил. Купил. Свои свечки восковые, если то. Да, они похожи на восковые. Так что, Наталья, успокойся. Вам сколько лет сейчас? Двадцать четыре. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Ну, что ж. Это самый возраст такой огненный. Береги себя. Дочери-то сколько, говорите? Четыре года. Ну, да, она уже бегает сама. Ну, вот такое дело. Молитесь, если как будет, Богу угодно. На своем не настаивайте, что дай непременно мне его. Мы не знаем, надо или не надо. Да будет воля его. Чтобы вы успокоились. Об этом я могу молиться. Ну, все, Наталья, если какие-то вопросы будут, вы смело можете мне писать, выходить или Игнатию Тиховичу. Все организационные вопросы ко мне. Хорошо. Для вас дверь открыта. Наденьте платок, мы сейчас помолимся с вами. У меня нет, если честно. Я приобрету. Ну, хоть что-то наденьте на голову, чтобы голова была покрытая. Женщина не может молиться с открытой головой, это подстыжает голову. Наденьте там что-то там. Какое-то покрывало там, простынь, что-нибудь такое. Наволочку. Сейчас обеду. Давайте. Мы сейчас помолимся, попросим Господа. Наденьте так, чтобы волосинки не было видно. Подойдем, мы помолимся. Я помолюсь, а вслух. Если вы согласны, скажите, я скажу аминь, и вы говорите аминь. А потом Вячеслав помолится. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Вячеславе согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи, хвала Тебе за милость Твою и любовь Твою, за Твою голговскую жертву, что Ты вумер распятый на кресте, и Ты воскрес для нашего оправдания. Дух Твой святой побудил нас раскаяться перед Тобою. Доведи нас всех до желаемой пристани и веди в Царство Небесное. И пристань Твоя, это Царство неразрушимое. Через все бури приведи наш жизненный корабль и благослови эту Наталью. И ее дело устроит, как Тебе угодно, оно не нам. Тебе хвала и слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Если согласны, говорите Аминь. 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 Так, Вячеслав, помолишься? Милосердный Господь, Иисус Христос, Сын Единородный, Безначального Отца, мы молим Тебя, прости согрешения, которые мы сотворили. Ибо все, что с нами происходит в этой жизни, это мы в этом виноваты сами. Господи, даруй покаяние в тех грехах, которые мы за собой не знаем. Открой, Господи, эту истину и покрой их любовью Своею. Ибо Ты умер за наши грехи. Ты заплатил за них на кресте. Мы верим в это и надеемся, Господи, на Твою святую, причистую жертву. Господи, милосердный, не дай дьяволу похитить наши души из руки Твоей. Приведи, Господи, к желанному концу, к Тебе, истинному пристанющую и спасителю нашему. Тебе слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. 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 Слава Богу. С Богом. Я отхожу. Мы сейчас с храм идем молиться. Все, с Богом, Игнатикнович. С Богом. Спасибо вам большое. Ну все, Наталья. Я вам... Вы молитесь о том, чтобы была Божья воля. Вы так не говорите, что мне он теперь не нужен, и в то же время и мне он нужен. Как Богу будет угодно. А вы на это все будьте готовы. Главное, что вы себя. Понимаете? Вину только надо видеть только в самом себе, больше никого. С каждого с нас Бог спросит. В чем я виноват меня, Бог спросит? В том, что вы... Он не спросит за чужую вину, за свою спросит. Понимаете? И он прощает, если человек обращается к нему с покаянием. Принимает крещение полным трекратным погружением. И омывается все грехи, которые человек сотворил. Все. Что бы человек ни сделал, нет ни одного греха, который Господь не прощает, не омыл своей причистой кровью на кресте. Но мы приобщаемся к этой жертве только через веру, покаяние и крещение. Истинное крещение в полное трекратное погружение. Без этого человек так и остается во грехах. Поэтому апостол Петр говорит, что покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вы еще пока не знаете, что такое дар Святого Духа. Это невероятное. Все труды, которые Игнатий Тихонович делает, апостолы, святые люди, это все дары Святого Духа. Дары исцеления, дары слез, милосердия, веры. Много чего. Дары чудотворения, это все дары Святого Духа, которую Господь дает человеку, кающемуся, приходящему к нему и вошедшему в Церковь Святую. Об этих дарах никто в мире не знает. Они их никто не имеет. Из мирских людей. Это имеют только чадо Божие, верующие люди во Христа. И у них уже нету. Они ожидают, они ни смерти не боятся, никого. Сейчас всех заберут. Многих, многих. Тот, кто служил в армии, будут забраны и туда будут отправлены. И многие, многие даже могут быть, может и не вернуться. Сейчас все это, все эти мелочи надо оставить. Все, что было, что вам казалось, что это важно, не важно. Сейчас важно только есть человек или нет человек. Нет его. Понимаете? Все это будет такой мелочи, ничего это не нужно окажется. Все, что до этого вам казалось важным. Время мало осталось. Уже жизнь не будет такая, как раньше была. А он ходил, работал. Я знаю, он же приносил деньги домой. Он же все искренне все это хотел. Я это знаю его. Я с ним общался. Я же его поручитель при крещении. Он очень много пил. Он вот этим и испортил свое отношение к себе. Он сильно много гулял с друзьями. Они его испортили. Это когда было? То есть все проблемы из пьянок. И после потеряевки, и до потеряевки. И вот последний раз, почему я его прогнала, я сказала. Потому что он напился и тут такое дома чудил. Это вообще... Понимаете? Но он... Понимаете? Вы жива и остались. Уже пил, не пил. Но надо смотреть, вы способствовали тому или нет. Понимаете? Он на вас надежду полагал. Что теперь после потеряевки он изменится. И вы вместе будете уже правильно жить. И теперь он опору эту не нашел. И соответственно, он еще слабый очень. Мы его еще потеряевки ему. И я говорил, и все. Ты очень слабый. Он очень слабый. Это друзья и все возможные. Всех бросай. Это мы ему говорили. То, что он ночью матерится. Мы же молились, вставали за него. Вставали, чтобы он переставал ночью материться во сне. Кричать там или еще что-то. Мы это все за него сильно ходатайствовали. Ему надо было помочь. Ему, понимаете, он немощный. В этом деле. Все, кто приходят из греховной жизни, они очень немощные. Ему надо помогать. За руку, можно сказать, вести. Мы еще могли, сделали. Теперь только молиться Богу будем. Что Господь сделает? А вы молитесь о своей душе сейчас. Уже не о нем. О нем мы, конечно, я постараюсь с ним связаться. Я спросить. Потому что даже не в связи с вами, а с тем, что... Как это он принял крещение и теперь отошел? Опять вернулся на блевотину, что ли, свою, из которой Господь его вытащил? И теперь там дальше только отчаяние и грех, и погибель. Если не будет покаяния. А Господь прощает, если человек покается. Поэтому невозвратных возможностей нету такого. Бог может что угодно сделать. Вернуть и... Не только к вам. Я имею в виду вернуть жизнь духовную. Самое главное, чтобы вам вернулась жизнь. То есть праведная и святая жизнь. Вы должны четко и определенно для себя решить, что больше вы грешить не будете. Никакого греха делать не будете. Вы будете теперь опощаться только с... С Богом. И без Него ничего не делать. Тогда Господь вашу жизнь начнет менять. Он все начнет делать за вас. То, что вы раньше делали за... Все, как вы сами хотели. Мы сейчас видим, к чему... То есть вы сами знаете, к чему это привело. И приведет. И у всех без исключения приводит к одному. К смерти. К смерти. К алганизму. К всевозможным. То есть на вас найдет какой-то другой блудник. Ну какой-то другой. Что же вы... У вас вид-то видите какой. Вы молодая. Знаете сколько... Какой-то... Еще хуже, чем... Там во много раз, чем Авраам. Другого выхода... По-другому не бывает ничего. Всегда так этим заканчивается. Вам это не надо. Вы стройте отношения с Богом. Есть Библия. Библия это то, что Бог говорит вам. А молитва это то, что вы говорите Богу. Понимаете? Вот как вы сейчас с вами общаемся. Я вам говорю. Вы так можете обращаться к Богу. Благовеянно, с покрытой головой. То есть обращаться. И никогда никого не вините, кроме себя. У нас ничего... Мы виноваты во всем сами. Перед Богом. Перед Богом мы все виноваты с вами. Поэтому только себя. И на этом пока стойте. А потом, конечно, в храм... Вот, допустим, сейчас суббота. Сегодня вечерняя служба. Все всегда христиане православные обязательно на вечернюю службу в субботу идут. И завтра в воскресенье на литургию. На литургии там будет... Когда будет возглас соглашенный. И зайдите. Вы должны будете выйти из храма. Потому что вы еще не крещеные. То есть вот, начните ходить в храм, конечно же, обязательно. Это... В храме там ангелы Божии поют. Молитва в храме и молитва дома – это две разные по силе молитвы. Там она общая. Ангелы с вами выносят вашу молитву к Богу. Здесь то же самое, но там больше. Там больше. Потому что это Бог установил такой порядок. Чтобы верующие собирались вместе и молились, и просили. Если, говорит, двое или трое собраны во имя мое, там я среди них, Господь говорит. Но в храме ничего не покупайте. Свечи, ничего, записки, ничего это не покупайте. Это все запрещено Богом. Господь выгнал торгующих, покупающих из храма. То есть вы в храм пришли, спокойно в углу где-то встали, помолились и ушли домой. Больше ничего пока не надо делать. Потом остальное я уже, мы расскажем, покажем там, что это все внешнее. Это внешняя только часть. Важно, что внутреннее. Личное обращение к Богу. Потом на исповедь, на покаяние, конечно, это будет. Когда вы будете что-то осознавать за себя, вы выписываете свои грехи, которые вы знаете за собой, вы их выписываете на бумагу. Чтобы у вас вы потом не вспоминали этого. Где-то что-то вспомнили, кого-то украли, кого-то обматерили. Заматерились, что-то пустословили, напились. Где-то там, не знаю, аборты там, карты, играния в всякие компьютерные игры там всевозможные. Много-много различных. Рок-музыка вы там, если увлекались этим. Это все разрушает сильно психику и душу человека. Она, это можно сказать, ты отдаешь на службу сатане свою душу. Там где-то оправдывали, может быть, аборты. Оправдывали какую-то смерть, какой-то грех оправдывали. Это все надо записать. Оправдывала такой-то грех, поговорила там кто-то, завидовала там, ревновала там и все какое-то такое. Много-много. То, что у вас, вас сгожат, вы это напишите. Это вы должны знать, чем, что вас разделяет с истиной, с Богом. И честно признаться, не передо мной, а мне это не надо. А вот перед Богом, а будет священник исповедь, то есть перед священником откроется. Но это я сейчас наперед забегаю, просто как это устроено. Бог так установил. Он дал власть священству прощать грехи. Он говорит, кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Представляете, какая это власть. И как, поэтому, это какое благоговение мы должны относить к Церкви Божией. Бог нам ее оставил, как корабль, в который мы спасаемся. Поэтому, Наталья, вы не отчаивайтесь, ничего. Это у вас жизнь только сейчас еще, она идет. Но теперь в основании своей жизни положите Иисуса Христа. До этого в основании вашей жизни была ваше я, гордость. Кто вы есть, вы себя каким-то знаете, какой-то там, свои хорошие там стороны, да. Чтобы вас ценили, хотите. Все это, все, что это наше я, это все прах. Нас Господь создал из земли. Мы ничего не стоим. Просто прах, как животное, создали из земли. Но Господь вдунул нас дыхание жизни, дал нам душу. И Он нас поставил творением над всем, над творением, то есть главой над всем творением. Над всеми животными, над всеми. Но человек не послушал Господа, и еще в раю, когда он был, Господь его посадил. Рай был на земле, был сад, где Господь посадил первого человека. И дал всего ему одну заповедь, одну, я имею в виду запретительную заповедь, одну. И он ему дал, сказал, хранить рай, возделывать землю. А и дал одну запретительную заповедь. Было дерево в раю, одно. Господь его насадил. Дерево познания добра и зла. И он говорит, не ешь от этого дерева. Если ты вкусишь, смертью умрешь. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Все. То есть Бог все дал и сказал, все, этот человек может делать, что хочешь. Он зло не делал никакой человек. У него он даже об этом ничего не знал никогда. То есть он мог только добро делать. Но он избрал, он сказал. Но в итоге, потом Господь дает Адаму жену. И жена была помощницей его. Помощницей, говорит, сотворим ему помощницу. Помощницу из ребра Адама-то. Не саму, он ее не делал, а из ребра. Взял ребро Господь и сделал помощницу. Чтобы как сердце прикрывает у человека ребро, так жена прикрывала сердце мужа. Она его должна была помощницей быть. А она что сделала? А она послушала. В итоге отошла, когда его не было. Дьявол подошел к ней в виде змея и говорит, съешь этот плод. Это говорит, правда ли, говорит, что если ты съешь, то нельзя есть. Она говорит, да, правда. Если я прикоснусь к нему, то смертью умру. Что смертью умрешь. А он говорит, не умрешь. Но видит Бог, что если ты вкусишь, откроются у тебя очи, и ты будешь различать добро. Будешь как Бог. То есть, он тебе говорит, да, ты будешь свободна, как я. То есть, будешь иметь свое я, которое ты будешь различать. А Бог скрывает от тебя правду. Он не хочет от тебя, чтобы ты что-то знала. Чтобы ты была такая, как он. И она прельстилась и съела этот плод. И после этого она соблазнила Адама съесть этот плод. Адам ее послушал, вместо того, чтобы послушать Бога. И когда Господь это в этом, он их говорит, где Адам, где ты? Он спрашивает Адама, где ты? Он говорит, вот. А они сразу, они были-то раздеты, голые. У них вообще ничего не было на теле. Но они друг друга смотрели, и так как они были чистые, у них не было никаких ни мыслей, ни чистых, ни похоти. Поэтому они не сцедились, и у них как свет. То есть, они благодатью покрыты были. А когда они согрешили, только сразу же в них произошло такое изменение, что им сразу стыдно стало. И они прикрыли себя поясаниями, спрятались. И Господь сказал, где ты? И вот он говорит, и вместо того, чтобы Адам признать свою вину, он сказал, жена, которую ты мне дал, она отдала мне, и я ел. А жене говорит, ты почему согрешила? А он, она ему отвечает, а меня змей прелестил, а я ел. То есть, все сразу свалили вину на другого. И поэтому Господь говорит Адаму, за то, что ты послушал голоса жены, то есть, не моего голоса Божьего, а голоса жены, и ел. Проклята земля в делах твоих. То есть, теперь ты будешь в трудах, земля тебе уже не будет так произрастать, как было в раю. В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, ибо ты прах и в прах возвратишься. А жене сказал, что жене сказал? Он сказал так, что отныне к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. То есть, ты его научила греху, ты к нему пришла, ты была ему равная, а теперь ты неравная. Он говорит, к мужу влечение твое, он будет господствовать над тобой, и в муках, в печали будешь рождать детей. Раньше человек, Бог устроил так, что рождались дети очень легко, без болезни, без ничего. И не было вот этого плотского какого-то соития, там неизвестно, что бы было, но вот это известно, что... И теперь вот это, то, что вы когда выражали, вот это мучение, это все наказание за непослушание мужу прошло, за то, что она соблазнила. Это Бог установил, чтобы смирить человека. И теперь к мужу, без мужа жена и она ничто, ноль. А муж это один, и вот если муж впереди, то это десять, понимаете, один, ноль, десять. А если жена впереди, это ноль-один, то есть ничего нету. Ноль-один, ноль. Вот. И теперь вот это, мы несем вот это послушание, вот это епитемию наказания от Бога для исправления. Теперь жена, глава муж у жены, и она обязана ему подчиняться. Нравится, не нравится, обязана ему подчиниться. И Бог тогда тебя похвалит и благословит. Бог будет благословлять, понимаешь? Делать все без разрешения мужа, если ты что-то делаешь, это неблагословенное дело. А тут Бог будет тебя благословлять, как без родителей. Без благословения. Ведь неизвестно, как вы вместе еще сошлись. Было ли благословение родителей на вас? Если не было, то сейчас вы к этому пришли. Безблагословенное, оно не может продолжаться. Благословение должно было быть. Благословение церкви не было, венчание тоже. И вот это все, жизнь неблагословенная и проклята изначально. Вам ее никто об этом не рассказал, не объяснил. Вы сами этого не хотели узнать. Что она идет сразу на основаниях гнилых. И вот она к этому в итоге приходит. И теперь, осознав все это, вы можете взять, обратиться к Богу и сказать, Господи, дай мне жизнь благословенную, чтобы я все делал ради тебя, чтобы ты благословлял. Как все правильно делать, чтобы все было благословенное. Всякий, вот если вы работаете, у вас есть какой-то доход. Десятину всего дохода вы должны отдавать церкви. В церкви, потому что это принадлежит Богу. И Господь говорит, принесите мне десятины. Не залью ли я вас, я вам благодатью. Не открою ли я небеса и не залью ли благословения до избытка. Он открывает небеса и изливает благословения. Благословение это что такое? Это крепкая семья, послушные дети, хорошая работа. Это все благословение земное. Вот, это, хотите быть благословенными, отдавайте десятину, найдите там нуждающих священников, там или еще где-то в церковь, в Богу где-то. Это, откладывайте для Бога эти деньги. А другая десятина, милостыня. Милостыню раздавайте людям. Мало-мало, немало денег. Бог будет благословлять. Еще нет ни одного человека, кто отдавал десятину и лег бы голодным спать. Господь благословляет, что уже больше человек не будет нуждаться. Вот так вот. Поэтому, Наталья, у вас сейчас большой открытой дорогой. Вы только на начальном пути еще. Господь искал ваше сердце как-то. Где-то написано, стою, в двери устучу. Если кто отворит, открою и буду вечерять с ним. Если дверь Божия, дверь открывается к Богу с внутренней стороны, а с вашей стороны, от вашей души. Она открывается не со стороны Бога, Бог только стучит. Вот он стучит, и вы должны ему открыть дверь. Откройте, и он зайдет к вам, и он все исправит в вашей жизни. Он исправит, не вы сами, он исправляет все. А вы только должны ему дать эту дорогу, вот это открыть, сердце свое для него. Ну все, Наталья. Уже больше нагружать-то не будем. Спасибо вам огромное. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Ну, благослови вас, Господь. Если что-то будут какие-то вопросы, вы пишите теперь. Хорошо. Вы для нас теперь дороги. Почему? Потому что, ну, не мы к вам пришли, а вы пришли к нам, обратились. Если Господь посылает человека, мы его принимаем как своего родного. Что он, что Господь не просто так его послал. Нам Господь поручает знакомство, это душа. И мы должны понимать, ответственно теперь. Если вы, никто вас ничего не заставляет, ничего. Если вы ничего не хотите, вас это ничего не интересует, мы тоже ничего обижаться не будем. Ну, так и напишите, что, допустим, меня это все ничего интересует, все, отойдите. Ну, и мы не будем даже ничего и думать. Будем просто молиться о вас, и все. Хорошо. Благослови вас, Господь. Давайте с Богом. Спасибо, Христос.